Все начиналось как обычная проверка всякой ерундой с Вайлдберрис и других маркетплейсов. Но по ходу съемки этого видео у меня больше нет вопросов, почему по ходу в салоны красоты часто оборачиваются этим. Я не знала, что все настолько плохо, но об этом по порядку. В очередной день я сидела на авито и искала мистери боксы на проверку, но внезапно для себя нашла настоящее золото, а именно готовые косметички для визажистов. Казалось бы, это очень неплохая задумка для, например, начинающего визажиста, у которого ограничен бюджет или он только хочет попробовать себя в этой сфере. Но с другой стороны, что если косметика, которую продают пакеты, может быть опасна для будущих клиентов? У меня просто нет слов. Когда Лиз показала, мне в каком состоянии приехали наборы от визажистов, а лицо лица было примерно таким. Лиса, я... А ты видела, что вообще в этих коробках находится? Я подозреваю этот вопрос с подвохом. Ну да. Нет. Я просто немножечко распаковала. О боже, что это? Я немножечко в шоке с того, что прислали. Не похоже, что ты немножечко в шоке. Ну да, у меня задарутся глаз. Как это вообще... Плесень, грязь, просрочка. Все это приехало мне в этих коробках. Меня зовут Ава Мелисса, и я заказала три набора визажиста, чтобы их проверить. Сколько это стоило? Один получается относительно дешевый, но тут ключевое слово относительно. Второй среднего сегмента и третий дорогой. Самый дорогой стоил 40 тысяч рублей. Я не могу представить, какой из этих боксов стоил 40 тысяч рублей. Но я готова поставить, то это был вот этот. Потому что, когда я посмотрела, мне показалось, что там более такая профессиональная косметика, но этот бокс выглядит хуже всех. Ой-ой-ой. Я, честно говоря, до конца не поняла, они продают косметику, которая им не подошла, они продают просто какую-то косметику, которая им уже не нужна. Или они вообще просто пытаются сбагрить свою просроченную косметику, чтобы кто-то ее использовал, потому что некоторые объявления выглядели действительно крипово. Я удивилась от очень многих, как бы, кейсов, потому что они стоили по 40, по 50, по 60 тысяч рублей. При этом я смотрела на фотографии, и я понимала, что там есть косметика, которой очень давно уже нет в продаже. То есть там была буквально косметика времен, когда я еще не была блогером, например. Ну, старые упаковки, знаете, еще до редизайна, у того же самого Никса, вот эти вот их Soft Matte Lip помады, которые были очень давно. Вот, они уже давным-давно сменили свой дизайн, а вообще, по-моему, от серии ее уже нету. Они действительно продавались в наборах этих визажистов, как и куча другой сомнительной косметики. Поэтому мне стало очень интересно все это купить, проверить, изучить срок годности, ну и в целом посмотреть на состояние, что такое набор для визажиста за 40 косарей. С какого начинаем мистери-боксы? Или как их называть? Набор визажиста. С самого трешового или самого лайтового? Слушай, я думаю, давай пойдем все-таки по нарастанию кринжа, потому что, честно говоря, я заказывала эти боксы, но я их не открывала, потому что я пыталась выставить свет. И сказала, Каролина, распакуй, пожалуйста. А я открыла, и мне пофиг. Первая коробка визажиста. Так, ты сказала, что это наименее кринжовый набор. Да? Ну, да. Дорогие друзья, показываю вам набор, который стоит вот настолько дохрена денег. Пока что мы все это опустим, давайте достанем палетку Naked номер 2 от Urban Decay. Давайте оценим ее состояние вместе, потому что, если честно, я даже не знаю, что сказать. Мне сразу в голову идут абсолютно все эти треш-салоны, на которые я делала обзоры, на которые мои другие подруги-блогеры делают обзоры, потому что то, в каком я не... Палетка. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Да. Моя защитная реакция при всегда... Ну, типа, я ржу. Ну, я вижу. Меня заходили. Почему? Не знаю. За то, что я, типа, угораю, когда я в ахере нахожусь. Хотела сказать другое слово. Ну, с другой стороны, что хуже, когда ты смеешься, когда ты в кринже или когда ты плачешь? Я не знаю. Мне кажется, это просто нормально для человека, как бы, выражать свои эмоции. Это не значит, что я над чем-то насмехаюсь или издеваюсь. Это значит, что, я не знаю, у меня просто лицо само растягивается в улыбку, хотя мне вообще не смешно. Мне нахрен грустно. Я в шоке. Да, ты когда нервные тоже схихикаешь. Ну, да. Ну, типа, так только очень зло. Больше не хэ-хэ, возвращаемся к палетке. У меня вопрос, а почему вот визажист, он же, когда использовал косметику, он же может протереть палетку правильно? Ну, чтобы там цвета не попадали или нет? Или нет каких-то норм, которые должны присутствовать? Нет, таких норм нет, но просто состояние самой этой палетки, оно не для продажи. Да, это хорошая палетка. Ну, во-первых, этой палетке уже нет миллион лет, поэтому у меня очень много вопросов к тому, вообще, просроченна эта палетка или нет. Потому что, конечно же, здесь нет никакой информации. Но, судя по ее состоянию, все достаточно однозначно. А еще, кстати говоря, по-моему, это паленая палетка. Да, надо сверить, потому что, мне кажется, вряд ли они, когда делали логотип, у них, вот видишь, стоит очень близко к краю. Да, он как будто бы... Ну, короче, обычно, когда бренды так делают, они так не делают. Ладно, мы можем миллион лет, часов гореть с этой палетки, но я хочу продолжить смотреть, что там будет дальше. Да-да, я тебя проеду. Жесть! Но это пахнет просрочкой. Это прям вот, знаете, ребят, такой пудровый запах. Я не знаю, кто там застал косметику, когда бабушки покупали Ruby Rose или вот какая-то такая вот история. Еще очень-очень-очень давно, еще в 90-х. Вот косметика прям так пахла. И вот это вот пахнет точно так же, но у Roman Decay так не пахнет, потому что это относительно современный бренд. Честно говоря, у меня еще очень много вопросов. Насколько вообще окей или не окей выставлять использованную косметику на продажу? И типа потому, что с одной стороны, как бы да, есть коллекционеры, и бывает иногда какая-нибудь там крутая косметика, которую просто вообще больше невозможно купить. В таком случае, как будто бы это окей. Я просто схожу с ума. Хватит мне за... Так почему каждый раз, когда я снимаю видео, мне звонят? Еще и бесит, что постоянно звонок идет на телефон или на компьютер. А-а-а! Ладно, извините, это абсолютно базовая история в съемке. Я не знаю, заметили вы или нет, но... Вы видите, как часто в последнее время идут звонки с незнакомых номеров? Это реально ужасно бесит. Потому что я лично просто не могу поставить телефон на вечный беззвучный режим. Потому что мне могут просто позвонить по работе, по моему бренду одежды. Да и банально чата от друзей не хочется пропускать, потому что пропустишь, он улетит, а ты его потом не найдешь. В общем, если вы, как и я, устали от очередного такого звонка, то рекомендую подключить сервис, который называется Моя Безопасность от Beeline. Он защитит вас от нежелательных звонков. Даже в мессенджерах. Если вы пользуетесь разными мессенджерами для работы, учебы, общения, то функция распространяется как и на Viber, так и на WhatsApp, так и на Telegram. Но подключить это можно абсолютно бесплатно в приложении Beeline. Теперь при входящем звонке вы увидите над номером предупреждение о спаме или о мошенниках. И самостоятельно выберете отклонить вызов или принять его. Ну или сервис может сразу заблокировать подозрительный звонок. Также он может принять звонок за вас, записать разговор и отправить вам его в приложении Beeline. Больше информации вы найдете по QR-коду на экране или по ссылочке в описании. Смотрите, изучайте и главное помните, что Beeline это самый безопасный оператор. Я просто в шоке. Так, дальше у нас вот такая вот пудра от Flormar. Flormar это, по-моему, турецкая фирма, если я ничего не путаю. Да, Made in Turkey. А нет, это, кстати говоря, не просрочка, ребята. Здесь срок хранения до 2025 года. Так что вот этим вот хайлайтером даже можно пользоваться. Понимаете, как пахнет? Пахнет турецкой косметикой. Вот она прям вот так пахнет, когда я сама покупала на рынке в Турции косметику, когда снимала миллион лет назад видео, оно прям было такое. Ой, сияшечка какая. Хороший? Да. Ты же узнаешь легенду? Ну, я узнаю те стороны, я не понимаю, что это. Это из адвент-календаря. А, да, из адвент-календаря L'Etoile. У них вот эти вот самые штучки были в адвент-календаре. Я когда их распаковывала, именно вот эту штуку я там и видела. А за какой год? Слушай, год тут непонятно, тут ничего не написано, поэтому, скажем так, ты не можешь быть до конца уверен, что визажист тебя будет красить чем-то, что не просрочно, потому что если визажист покупает такой набор, ну, соответственно, как бы, да, клиент приходит, а потом всякие интересные истории случаются. Важная информация. Я абсолютно не осуждаю историю о том, что кто-то перепродает свою косметику. В конце концов, типа, в этом нет ничего такого, ты можешь что-то купить и понять, что это не пользуется каким-то спросом. Но одно дело, когда ты покупаешь что-то, и ты понимаешь, что ты хорошо за этим следил, это все нормально, и какой-то чужой клиент после этого не будет обсыпан или, не дай бог, вообще не заболеет какой-то проклятой болезнью, связанной с кожей, оно, когда я вижу вот эти вот наборы, которые просто в свободном доступе продаются, я вижу их состояние, я прекрасно понимаю, что за этой косметикой очень слабо следили. А кто-то эту косметику может купить с целью экономии, и в итоге просто какому-то своему клиенту занесет какое-то дерьмо. Смотря на всю эту историю, тебе реально уже просто стрёмно доверить свое лицо на какую-то визажистскую вот эту вот историю, и ты не понимаешь, чем тебя будет красить. Это, возможно, все просто перекуп с какого-то авито, где непонятно, какие-то тестеры накидали, непонятно, что сделали, и непонятно, как вообще с этим жить. Это какой-то тоже очень странный продукт от Clorans, как будто бы с ним все хорошо, но опять-таки... Ох ты, очень неприятненький. Да, но ты же не вот не придешь к визажисту, не будешь сидеть и такая, а дайте я понюхаю всю вашу косметику, а где бы эту косметику нашли? Короче говоря, я даже не знаю, это очень странная история вся. Мы же доверяем типа сфере услуг, по сути, мы надеемся, что надо будет хорошо обслуживать. Ну, конечно, когда ты приходишь в салон... Ты не думаешь об этом. Да. Потому что ты пришел получить удовольствие за свои гроши. Да, и ты пришел просто, я не знаю, даже если там, например, невеста на какой-нибудь свадебный макияж, ты, блин, не хочешь после этого свадебного макияжа проснуться с каким-то просто клещом, блин, лицевым. Есть же этот подкожный клещ, который могут занести визажисты, и об этом очень часто я вижу сообщения от разных девушек. У себя в чате, и в чате моих знакомых, и в нашем паблике с молотой, хочу нормально, где просто люди... Каждый день я захожу в предложку, я каждый день, ну, не знаю, мне кажется, если я не была блондинкой, я бы уже посидела, потому что то, какие истории там рассказаны, то, с какими последствиями сталкиваются люди просто после похода в салоны красоты, это жесть. Эти салоны красоты не всегда бюджетного сегмента. Ты не защищен от того, что кто-то накупит вот эти вот косметики, это кто у нас тут, вот, от Шесейда, типа, японский суперлюксовый премиум бренд, как бы приходишь к визажисту, у него Шесейда, а вопросики, откуда этот Шесейда? Я такая... Я до этого не видела, как это выглядит. О, да. Как будто пропали две штучки, да? Нет, здесь были кисти 100%, поэтому пофиг на кисти. Пахнет не так плохо. А что, это палетка помады плюс тени? Это похоже, как будто бы это... Когда ты хочешь замазать синяки, ты кладешь либо зеленый, либо красный, чтобы она не вырезала. Да, вот, мне кажется, это оно. Нет, не похоже? Нет, это помада. А, это помада, ребят, и просто посмотрите, как выглядит в центре консилера, который здесь находится. То есть, мы все еще говорим про косметику, которая позиционируется для визажистов. И вот эта вся тень, в ней, в нее пальцем залезали, переносили клиенту на кожу, потом другому, третьему, десятому. А сейчас вот эта вот палетка могла бы быть использована тоже у какого-то визажиста, который, скорее всего, позиционирует себя как люкс, потому что нихрена не дешевый набор. И, начи, новичок, который покупает такую косметику для того, чтобы что-то отработать, скорее всего отработает гневный отзыв от клиента, когда тот вернется к нему с какими-то лютейшими прыщами, высыпаниями и гнойниками. Боже, я даже не знаю, никаких из этих фирм. Во-первых, тут сразу просрочка. В 2023 года какая-то помада. Во-первых, тут еще волосы. Блин, треш, на ней реально волосы. Ура, меня учат в виде блогер делать тестеры. Видите, ребят, там волосы, просто жесть. Я, во-первых, не видела, что кто-то снимал такие видео, и это действительно проблема, что это продают, и что... Ладно, у меня закончилось на том моменте. Кстати, она почти использована, тут почти уже ничего не осталось. И они все просрочены. До 2023 года. Охренеть. Здесь теория, она могла целый год, потому что сейчас, конечно, 2024, целый год использовать. Ну, я считаю, уже все. Да. Просроченную косметику, да. Худо Бьюти, кстати, нашла. Смотрите. Вот эта палетка, в принципе, выглядит так, что здесь использовалась пара оттенков. Но в остальном она меня не так сильно пугает. Да, она тоже какая-то странная. Но тут непонятно, опять-таки, какой у нее срок, потому что нет никакой информации о том, когда она была выпущена, и когда ее уже срок истек. Следующая палетка, кстати говоря, мне очень нравится вот этот вот разброс. Это абсолютно новая палетка. Это палетка из Ле Туали. Сразу видно, что ей вообще не пользуются, поэтому, скорее всего, это человеку или подарили, или, я не знаю, он просто купил, и потом понял, что ему не нужны эти цвета, потому что тут даже, вот смотри, даже пальцем в эти цвета никто никуда не залезал. И данная палетка одна из немногих в первом боксе, которая не просрочена. Она может еще целых два года существовать. Поэтому, когда продается вот такого плана, какие-то продукты вопросов не имею. Но никогда, блин, продаются. Ребята, внимание, вот такие вещи. Я, во-первых, вообще не понимаю, что это такое. Это типа Живанши. У меня очень много вопросов, была ли такая палетка в Живанши. Пожалуйста, скажите мне, кто разбирается. Вот у Живанши были такие палетки, потому что я даже не понимаю, как это в идеале должно выглядеть. Ну, типа, она, во-первых, просто в какой-то вот такой странной фигне. Может, это рефил, типа? Вот, может быть, но я даже не понимаю, откуда этот рефил. Вот этот рефил реально очень сильно пугает. Он выглядит супер странно. И, посмотри, он как будто бы блестит, то есть он как будто какой-то влажный. Если у кого-то были такие палетки, напишите, это вообще нормально, но он прям влажный. То есть это как будто бы не сухие тени, а как будто бы они мокрые. Блин, как будто бы там грибок, честно. Как будто бы там грибок, честно. Вы что-то сказали! Вот такая вот помада в чехле. Ну, тут понтово-понтово, ничего не скажешь. Кто это такой? Это Sensai. Надеюсь, я правильно прочитала. У меня этого бренда никогда не было. Кстати говоря, выглядит достаточно прилично. Я думала, что будет гораздо хуже. Никакой даты, никакой информации нет. Написано только то, что Made in Japan. И это как бы все, что можно сказать про эту помаду. А так она выглядит очень даже прилично. Была монотенила Иреаль еще. Тоже тут стерты сроки годности. Давай. Было непонятно, короче, когда и что это существовало. Монотенила Иреаль. Сияшечка. Нет, это не сияшечка, извините. Это просто хайлайтер. Нет, тени вообще. А, да? Да, это монотени. Ну, конкретно это хорошие монотени. Самый все продукт. Что, что не так? Что я сказала теперь, что где-то может быть грибок, и я теперь спокойно не могу это тестировать. Ну, будем лечиться вместе, что я могу сказать. Мне жаль. Эштег в лог из больнички. Я не знаю, мне страшно. Итак, давайте посмотрим, что здесь было еще. Был вот такой вот хайлайтер, жидкие тени Vivienne Sabo Artist 2 4x7. Я нежно люблю этот продукт. Это относительно новый продукт, поэтому даже если еще максимум два года, запаха у него нет. Поэтому, ну, как бы окей, хорошо. Допустим. Но все равно, мне кажется, достаточно странно кремовые текстуры распродавать. Но это мое субъективное мнение. Дальше у нас здесь сафара. Без понятия, что это такое. Вообще не понимаю, что это, но я, честно, такой продукт вообще ни разу не видела. И он? На черном. Осторожно. А что это? Это тени, короче говоря. И да, от этих теней там не то, чтобы очень много чего-то осталось, но трэш. Ура, твоя любимая. Да, почему-то вечно, когда мы заказываем мистер-боксы с Авито, мне подкидывают огромное количество просрочных сфор, и я не понимаю, что это за проклятие сафары на мне такое висит. Просто ужас какой-то. Собственно, это был самый лайтовый распаковочный бокс от визажиста. Я просто в шоке. Я даже не знаю, что еще в теории можно ожидать, что не будет лайтовым распаковочным боксом от визажиста. Поставь ему от 1 до 10. Если я была бы начинающим визажистом, я была бы ограничена в деньгах, и я бы вот это вот купила бы за последние свои несколько тысяч рублей, я была бы просто в полном тотальном охерении, потому что, ну, я бы не стала это использовать для клиентов. Я бы лучше купила, знаешь, дешевую косметику с Вайлберрис, потому что даже самую дешевую косметику. Но если прям реально очень сильно покопаться, посмотреть обзоры, можно набрать себе действительно кейс для начала. Чем покупать какую-то непонятную историю с котом в мешке, тратить на это кучу денег, а потом непонятно, какие последствия будут и у тебя, и у твоих клиентов, и самое главное, ты вот это вот никуда уже не вернешь. Тож, второй бокс, ты готова? Нет. Второй это какой? Это розовые косметички. Меня шокировал просто вид этой косметички. На самом деле она выглядит хорошо. Она не дырявая, она не грязная. Просто это выглядит очень странно, и возможно, поэтому у меня такие странные ассоциации. Ну, давай смотреть, что внутри. Твой любимый нюх. Так, ну нюх, конечно, понюхали знатно за все эти годы. Как бы ладно, хрен с ним с раздолбностью. Честно говоря, вот этот вот, ну, брик, он выглядит достаточно непоюзанным, поэтому даже не знаю, что сказать плохого про него. Ну, что это? От него что-то отвалилось. Ну, это явно просрочка. Сколько лет был назад? Ну, вот эта палетка очень давно была. Я уверена, многие с этой палетки начинали, в принципе, свой путь в яркий макияж. Так-так-так-так-так-так-так-так. Ну, как будто бы это можно восстановить. 2020-й, 22-й. Это просрочка на 4 года. И здесь пытались отколупать вот эту надпись, но если прям сильно вглядеться, там последняя цифра, это силуэт единицы, который пытались стереть. Спасибо. Дура. О-о-о, ну, кстати. Сияшечка красивая. А это Джеффри Стар, это очень недорогая сияшечка. Это сияшечка 5 или 6 тысяч стоит. И в целом именно вот к этому изделию, как к изделию, ну, это правда крутой продукт. Да, я помню. У тебя был такой, когда рассылка... Только это не он. Ну, это явно не он, да. Это паль, потому что этот продукт вообще выглядит не так. Или это паль, но он реально... У Джеффри Стар абсолютно по-другому. Эта хрень должна быть пигментирована. Так, стол, чемодан. Настало твое время. Сейчас я покажу, как это должно выглядеть. Смотрите, как выглядит сводч. Как бы чувствуете разницу? А она есть. Йоу, мое. Вот это-то очень красиво. А это вообще что? Ну, его просто не видно. И дело не в том, что я его мало нанесла. Он просто даже по своей структуре, по своему пигменту другой. А у Джеффри Стар как раз-таки прикол этих хайлайтеров в том, что у них очень необычная текстура, и она прям... Сингнифик. Сингстик? Да, какую-то хрень сказала. Я не уверена даже, что такое существует. Хочешь покажу тебе продукт, который меня удивил больше всего в этой палетке? Зачем я стала снимать это видео? Так... Что-то знакомое. Просто переверни. Нет, к себе, к себе. Посмотри, что. А почему? А это вообще легально такое? Продавать? Нет, серьезно, я понимаю, что тут у нас хихоньки-хахоньки. Это просто трэш. Он пахнет плесенью. Я не чувствую запах плесени, но он пахнет плесенью. Просто выкидываю его. Зачем это продавать? Зачем? Нахрена вот это продавать было? Ладно, там паленая, блин, косметика. Но вот это. Это просто жесть. Настроение сдается-то в какую-нибудь лабораторию, потом вернуться к этому видео. Потому что я уверена, что здесь плесень, и е-мое, больше, чем я даже не знаю где. Это ужас. Пиздец. Да, ап. Я не могу это показать. Ну, революшн уже не тот. При том, что как бы упаковочка настолько плачевна в состоянии, внутри почти продукта не использовали. Или нет? Можно я не буду это трогать вообще? Можно. Выкидывай. О, господи, это на русском маркировке, значит, там уже сколько лет этому революшн не сейчас? Ну, он просрочен, потому что он годен до первого, первое ноль, одиннадцатая. Или еще пока он формально годен? Два месяца. Ладно, еще два месяца, можно этим пользоваться. Ну, за это ставим, конечно же, лайк. Можно, но не нужно. На тебе, вариальчик. Понимаете, бокс 11 тысяч стоил? 20 тысяч. Он стоил 20 тысяч рублей. И он был заявлен как бокс люк с косметикой, потому что там есть же Фри Стар, какие-то еще продукты, которые я еще не откопала, но 11 тысяч. Мне, типа, реально теперь страшно, потому что ты приходишь в салон, и тебя, ну, ты уже даже не понимаешь, чем тебя красят. Когда у тебя раскладка визажиста на столе, так же выглядит косметика или нет? Зачастую, да. Иной раз выглядит поприятнее, но достаточно часто это действительно вот такую картину имеет. Но теперь хотя бы понятно, откуда вся эта косметика берется. Оказывается, то есть это все еще и перепродается. Короче, я просто в шоке, в полноценном, максимальном. Я думаю, всем очевидно, почему мы не хотим это даже тестировать и делаться в очередь, потому что какая-то косметика в грибах, какая-то в плесени, какая-то просрочена, а на какой-то затертой вообще всевозможные информации об этой косметике. Ты даже не знаешь, что ты покупаешь. А потом ты этим будешь красить своих клиентов. Итак, на этом моменте я подумала, что контента для видео достаточно. Да, мы еще не закончили распаковку набора второго визажиста, среднего сегмента, и вообще не трогали самый третий бокс, но, 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 но. Дальше в видео я говорю очень много важных вещей. И если честно, я просто простой человек, я хотела бы, чтобы вы дождались второй части, потому что иначе это видео, оно будет часа на два, а на два часа не хочется, потому что никто его не будет смотреть. В общем, такая история. Если вам интересен такой формат, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и просто об этом простой человеке напишите. Я обязательно выпущу вторую часть как можно раньше, потому что там просто полный пипец. На Авито можно найти огромное количество мистери-боксов. Какие-то мистери-боксы будут от обычных людей, которые собирают свои вещи и выставляют эти мистери-боксы в продажу. А также можно найти огромное количество мистери-боксов, например, с того же самого Wildberries, с Дека или прочих потерянных посылок. Субтитры сделал DimaTorzok